Водное такси – вместо наземного. К этому стремятся многие стартапы по всему миру. Они строят электрические лодки и предлагают заменить ими часть городского транспорта. Один калифорнийский стартап создал девятиметровую лодку на подводных крыльях. Они позволяют избежать гидродинамического сопротивления и увеличить запас хода. На одном заряде судно преодолевает 140 километров. «Лодка не только электрическая. Она скользит над водой, поэтому морской болезни не будет. У неё просто плавный ход, волны не чувствуются. Как будто летишь в реактивном самолёте». Производитель говорит, что эксплуатация такой лодки обойдётся в 10 раз дешевле, чем судно на ископаемом топливе. «Можно использовать эту лодку в качестве водного такси в таких городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сиэтл и другие. Это раскрывает потенциал – новую форму транспорта». А шведская компания построила электрический катер длиной 8,5 метров. У него также подводные крылья. Одного заряда хватает на 105 километров. Продано уже 150 таких катеров. «Подводные крылья, компьютер с искусственным интеллектом и программное обеспечение позволяют создать лодку, скользящую над водой. И это очень эффективно. Можно зарядить батарею за ночь, а затем провести неплохой день на воде на электрической лодке». Впрочем, не всё так радужно. Электрические лодки стоят недёшево – сотни тысяч долларов. «Запас хода – огромная проблема. Чтобы получить больше энергии, нужно установить больше аккумуляторов. При этом увеличиваются затраты. Поэтому очень большая разница в цене между обычными и электрическими лодками». В стартапах, строящих электрические лодки, также работают над разработкой беспилотных технологий для судов. Но большинство любителей активного отдыха предпочитают управлять лодками самостоятельно. Да и пассажиры коммерческого транспорта по-прежнему хотят видеть за штурвалом человека.